Добрый день, а теперь вы меня слышите? Поставьте, пожалуйста, плюсик. Ага, прекрасно. Коллеги, прошу прощения, у нас тут были некоторые проблемы с микрофоном, но сейчас мы их как-то порешили. Я сейчас зашел не под своей комнатой. У нас сегодня вебинар будет вести Алексей Владимирович Архангельский, а я, как всегда, объявляю нашего ведущего. Перед тем, как вы непосредственно сейчас начнете слушать нашего основного ведущего, я хотел бы вам напомнить несколько технических вещей, как всегда. Ну, во-первых, все наши презентации и дополнительные файлы вы можете скачать в окне общедоступные ресурсы. Для этого вам надо нажать на вот эту вот кнопочку. Вот я стрелочку на нее навел. И это окошечко откроется. И после этого нажатием на изображение дискетки можно скачивать те файлы, которые находятся. Кроме того, значит, в окошке общедоступные ресурсы вы можете найти план наших вебинаров на октябрь-декабрь. И также с планом вебинаров вы можете познакомиться на вот этой вот странице. Сейчас я ее дам в чате. Эта страница отличается тем, что здесь рядом с названием вебинара вы можете еще сразу нажать на ссылочку и зарегистрироваться на этом вебинаре. Ну и, наконец, последнее перед началом нашего вебинара я хотел бы пригласить вас на наш следующий вебинар. Следующий вебинар будет завтра в это же время и вести его буду я. И вот ссылочка, которую я вам сейчас дам в чат. Так, ссылочка почему-то не скопировалась. Одну секундочку. Вот эта ссылочка. И, соответственно, завтра я вас жду тоже на вебинаре. Ну, а сейчас я хочу передать слово Алексею. Алексею он познакомит вас с темой нон-фикшн для библиотек. Это один из наших проектов. Я думаю, что Алексей долго не задержит ваше внимание. Я его, собственно, приглашу вот прямо в этот кадр, который вы видите. Мы просто поменяемся с ним местами. А я с вами прощаюсь и передаю слово Алексею. Алексей, не понадобится. Добрый день, уважаемые коллеги. Как слышно меня? Хорошо, плюсики пошли. Отлично. Спасибо. Сегодня я расскажу про новый проект компании Direct Media. Всеми вами известной компанией. Это, собственно, разработчик ЭБС Университетской библиотеки онлайн. Мы предлагаем публичным библиотекам познакомиться с нашим новым проектом, который называется Non-Fiction для библиотек. На данной платформе собрана введена уникальная коллекция большинства жанров книг художественной литературы. Книги в данной библиотеки предоставляются по модели комплектований по требованию пользователя, позволяющие пользоваться максимально широким ассортиментом, оплачивая только востребованные книги. Доступ предоставляется с мобильных устройств, планшетов, компьютеров и, соответственно, из помещения библиотеки. Библиотека находится по адресу www.biblioclub.ru На витрине отображаются новинки недели и самые популярные книги. Слева отображаются основные разделы каталога. На сайте имеется расширенный поиск, позволяющий находить название книги, поиск по кричевым словам, автору, издательству, жанру, буду издания, ISBN, ну и другим поисковым запросам. В правом верхнем углу можно видеть учетные данные читателя, либо учетные данные библиотекаря. Имеется быстрый переход к фонду библиотеки и разделу моей книги. Также вы видите фамилию, имя, отчество библиотекаря, ну и либо читателя в данном проекте. А у библиотекаря под учетной записью отображаются заявки на книги и фонд библиотеки. Библиотекаря содержит свыше 50 тысяч специально отобранных изданий литературы жанра ревнон-фикшн от более чем 300 издательств России, Белоруссии и Украины. Фонд библиотеки изначально рассчитан на широкий читательский интерес и содержит книги по различным тематическим направлениям. Научно-популярная, научная литература, деловая, образовательная и познавательная литература. В фонде библиотеки также представлена периодика, периодические издания, журналы, около 300 актуальных тематических журналов с глубиной архива до 5 лет, в том числе новинки, соответственно, 2015-2016 годов. Также в библиотеке имеется раздел с аудиокнигами, на данный момент их около 2400 штук. В составе библиотеки представлены периодические издания. На сайте представлена тематическая коллекция. Это целостные систематизированные подборки научной, научно-популярной литературы по определенной теме или проблеме. В каждой из этих подборок имеются тоже свои небольшие подразделы, где вы можете выбрать для себя интересующую литературу. Тут в качестве примера тематические коллекции привезена подборка. Это «Династия Романовых», «История России в монографиях исследованиях», «Всемирная история», «Военная история» и так далее. На данном слайде представлены основные издательства-партнеры наши. Многие издательства в библиотеке в Nonfiction недоступны в наших АБС. Также ведутся переговоры с другими издательствами. Количество издательств-партнеров будет только расти. Несколько слов про комплектование по требованию. Данная модель позволяет точно выявить спрос и закупить только нужное издание. Как это происходит? Библиотека вносит аванс на свой счет, после чего на эту сумму приобретаются книги по запросам читателей. При этом неиспользованный остаток аванс остается на счете библиотеки и переносится на следующий год. Читатель, выбрав нужную книгу со страницы описания книги, как вы видите, отправляет заявку на доступ к ней. Библиотекарь, в свою очередь, получив заявку на книгу, ее одобряет либо отклоняет. После подтверждения библиотекарем, в выдаче книга становится доступна читателю. Книгой также можно поделиться в популярных социальных сетях, ну и предварительно, естественно, ее почитав, предварительно по листам, прежде чем отправлять заявку на доступ к книжке. Для удобства библиотекаря в личном кабинете можно настроить автоматическую книговыдачу. Сотрудник библиотеки выбирает порог цены от 100 рублей до 1000 рублей. И книги, стоимость которых не превышает заданный порог, покупаются автоматически, без подтверждения запроса библиотекарям. Вот. Важным преимуществом является то, что купленная книга становится доступна всем читателям библиотеки, вплоть до окончания сроки действия договора. То есть нету ограничений, книжку один раз купили, и она доступна всем вашим читателям. Вот. То есть нету там ограничений на две недели, на месяц и так далее. По пожеланиям библиотек, которые сейчас к нам уже подключены к нашему проекту, автоматическая книга-выдача, она сейчас стоит уже по умолчанию. Вот. Помимо того, что читатель запрашивает доступ к книге, библиотекарь также может самостоятельно принимать решение о подписке на книгу, тем самым организовывать доступ для своих читателей. Вот. Также я рад вам сообщить то, что личный кабинет мы переделали. Он стал проще, удобнее и понятнее. Вот. В личном кабинете, как вы видите, можно посмотреть указанное название библиотеки, значит, остаток средств на счету, фамилия и имя отчества, дату рождения, электронная почта, там, логин и пароль указаны. А чуть ниже, собственно, указан порог одобрения заявок на подписку. Где вы выбираете, на какую сумму открывать доступ к книге. Вот так вот выглядит кабинет библиотекаря, раздел «Запрошенные книги». В разделе «Запрошенные книги» отображаются заявки на книге, название книги, автор, стоимость, дата заявки, дата подтверждения книговой дачи, а также статус «Одобрена», «Отклонена» либо «Ожидает». Отсюда же можно сразу перейти на чтение книги, кликнув на название ее. Также можно книжку одобрить со страницы ее описания, либо отклонить книговую дачу. Раздел «Статистика». В разделе «Статистика» можно ознакомиться с перечнем выданных книг, узнать количество просмотренных книг и страниц. За любой интересующий период можно выгрузить статистику в Excel. В этом же разделе можно узнать, какие страницы были прочитаны и кто обращался к данной книге. В фонде библиотеки идет перечисление доступных книг. Доступен поиск по перечню и его выпуска. В читателях перечислены фамилии, имя, отчество, e-mail, а также возраст вашего читателя. При необходимости тут же можно сразу закрыть доступ к пользователю. В библиотеке «Нонфикшн» можно пользоваться со всех мобильных устройств, смартфона, планшета, так как сайт имеет поддержку адаптивной версии. На данных скриншотах можно увидеть удобство использования в библиотеке даже с вашего смартфона. На первом слайде представлена страница с описанием книги, на втором можно увидеть каталог, на третьем мы видим саму книгу. В мобильном ридере удобно переходить на нужную страницу, ввести поиск и возвращаться на главное меню. В ближайшее время мы запустим специальное мобильное приложение для работы с книгой. Сейчас идет активное тестирование всех платформ. Приложение будет доступно на всех популярных платформах. Android, iOS и Windows, соответственно. Немного статистики. На данном слайде показана динамика посещаемости сайта. Даже несмотря на низкий сезон, как мы видим, летние месяца, июль, август, посещаемость держится в достаточно высоком уровне. В сентябре статистика снова начинает расти вверх. На сегодняшний день в библиотеке Non-Fiction подключено порядка 30 библиотек, в том числе централизованная библиотечная система. Мы предлагаем и другим библиотекам воспользоваться доступом к нашему ресурсу. На данный момент подходит акция для публичных библиотек. Это годовое подключение. Мы предлагаем на сумму 10 тысяч рублей. Совершенно бесплатно. Подключиться вы можете через нашего партнера. Это центр межоригинального сотрудничества Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени Родомино. Либо непосредственно обратившись к нам, к нашу компанию, Директ Медиа. Заявку направляйте на нашу почту менеджер, собачка.директmedia.ру. Укажите, пожалуйста, название библиотеки, фамилию, имя, отчество, контактного лица, электронную почту, телефон и количество пин-кодов, которые вам необходимы. Ну, собственно, благодарю за внимание и готов ответить на ваши вопросы. Вопрос. Хотелось бы бесплатной библиотеки, технических и естественно научных журналов, а в прошлые годы? Ну, фонд библиотеки, он не будет стоять на месте. Естественно, фонд библиотеки будет развиваться, мы будем закупать новинки, которые выходят на рынок. То есть, переводика, она достаточно активно развивается, переводик у нас богатый. Будем стараться развивать наш контент и дальше. Что, доступ бесплатный? Что, доступ бесплатный? Да, всем публичным библиотекам в течение одного года мы предоставляем бесплатный доступ, совершенно верно. То есть, мы подключаем вас на сумму 10 тысяч рублей, вы на эти 10 тысяч рублей, вы и ваши читатели могут пользоваться книгами из нашей библиотеки. Спасибо, на сайте нет кнопки регистрация. Как войти? На сайте нет кнопки регистрации. Ничего не могу сказать по этому вопросу. Если какие-то технические трудности, вы нам напишите, пожалуйста, на адрес электронной почты, будем разбираться, почему не можете выйти. Назовите, пожалуйста, условия подключения для вузовских библиотек. В вузовские библиотеки пока на таких же условиях будут подключены. То есть, в рамках бесплатного тестового доступа сроком на один год сумма 10 тысяч рублей на счету. Коллеги, еще будут какие-нибудь вопросы? Если у вас какие-нибудь возникнут вопросы, вы всегда можете обратиться ко мне, позвонив по нашему номеру 8495-334-7211, либо непосредственно на адрес электронной почты. На общий адрес электронной почты, это менеджерсобачка.директmedia.ru, либо непосредственно написать мне, например, на мою электронную почту. Спасибо большое за внимание. Обращайтесь. Всего вам доброго.